ДИАЛОГ С ДЕПУТАТОМ Александр Борисович, недавно чиновники Омской мэрии сообщили, что огонь в Парке Победы будет гореть всего 17 дней в году. Как вы относитесь к таким новостям? Я отрицательно отношусь, конечно, к этой новости. Но ситуация примерно складывается здесь следующим образом. Данный вечный огонь, он как бы изначально принадлежал, стоял на балансе у областных властей. После чего данный вечный огонь был передан муниципальным органам власти. И почему его потушили, погасили этот огонь? Потому что объясняют, что не было заложено в бюджет данных денег. А огонь был передан без финансов. Но я считаю, что это вообще просто отговорка в пользу бедных по одной простой причине. Что два руководителя в городе и в области не смогли договориться, кто за что будет отвечать. Почему потух этот огонь? Тем самым мы наплевали на память тех людей, которые погибли во всех войнах, которые произошли. Я считаю, что данный инцидент получил не только масштаб Омской области, но он вышел на федеральный уровень. Про это уже сказали, наверное, по всем федеральным каналам телевидения и радио. Она не должна была складываться изначально. Потому что это просто, я не знаю, наплевательское отношение к памяти людей. 17 дней. Что у нас 17 дней, мы только помним погибших. Так, конечно, не должно было быть. Показывает просто отношение власти к работе. На сегодняшний момент ситуация немножко изменилась. По моим сведениям, что огонь зажгли. Поэтому я думаю, что вывод должны сделать все о том, почему это произошло и как с этим бороться. Давайте перейдем к другой теме. Не так давно прокуратура Омской области признала работу КТОСов неэффективной. В том числе было сказано, что часть субсидий, значительная часть 80% тратятся нецелевым образом. Депутаты от КПРФ всегда выступали за сокращение финансирования КТОСов. Вот лишнее подтверждение тому. Да, при рассмотрении бюджета депутаты Омского городского совета от КПРФ всегда выступали либо вообще убрать данные статьи расходов, либо сократить их по максимуму. Почему это произошло? Потому что никто ничего не проверял, никто ничего не контролировал. Деньги выделялись. На что они тратились? Кто тратил их? Кто отчитывался? Где они оседали? Никто не знает. На сегодняшний момент прокуратура выяснила этот факт. Но надеюсь, что после этого такие суммы большие не будут выделяться уже КТОСам. Мы все прекрасно понимаем, что они неэффективно используются. И надеюсь, что в этом будет наведен порядок. 2017 год – год выборов. Выборов в Омский городской совет. Этот процесс, на ваш взгляд, каким будет? Я думаю, что выборы в сентябре 2017 года покажут о доверии избирателей к депутатскому корпусу и к тем органам власти, которые на сегодняшний день существуют. По одной простой причине. Что большинство депутатов, что в Омском городском совете, что в других корпусах депутатских составляют депутаты Единой России. Я думаю, что все видят, что лучше не становится, а становится уже хуже. Даже на сегодняшний день, скажем так, среди людей появилась такая поговорка – лишь бы не стало хуже, чем было вчера. Поэтому выборы будут очень жаркие. Но уже к этому мероприятию наши противники начали готовиться. Уже Омская городская избирательная комиссия изменила нарезку округов. Сейчас получается такая странная достаточная ситуация. Депутат в течение пяти лет работал на избирательном округе. А на сегодняшний момент, если он вдруг предположит идти на выборы в сентябре, то он уже, получается, пойдет по округу, который в половину стал уже, грубо говоря, не его. Он работал по одной территории, а ему нарезали уже другую территорию. А делается это с таким расчетом, что те депутаты и те округа, где у коммунистов, скажем так, была позиция достаточно такая твердая, где были шансы победить, вот их разорвали и передали в один округ, в другой округ, в третий округ, передали. И на сегодняшний момент от родного округа остается меньше 50%. Поэтому, конечно, это осложняет работать. Работа, ну, я думаю, что те кандидаты в депутаты, кто будет идти на выборы, они разберутся с этой ситуацией и приложат максимум усилий для того, чтобы победить на грядущих выборах. Давайте чуть подробнее поговорим о нарезке. Многие ли депутаты, скажем так, столкнулись с этой проблемой? И лично вас это коснулось? Да, естественно. Я, наверное, не буду там говорить про другие округа, я скажу про избирательный округ номер 3, который находится на левом берегу. Ситуация сложилась таким образом, что изначально была обрезана часть территории, которая находится в районе улиц Фугенфирова, Рокоссовского, Дианова. Это все передали в четвертый округ. Часть территории, которая находится Комарова, бульвар Зеленый, бульвар Заречный, ее передали второму округу. А третьему округу прирезали такие территории, как 12-й микрорайон, как микрорайон Кристалл, где работа депутатам на этой территории не велась. И поэтому на сегодняшний момент остается достаточно мало времени для того, чтобы каким-то образом провести какую-то работу, для того, чтобы иметь шансы для победы на выборах. Но изменение нарезки было принято при поддержке большинства голосов депутатов от «Единой России». Да, естественно. Вот мы опять же здесь говорили, что на городском совете был поставлен вопрос о перенарезке вот этих округов. И мы, естественно, говорили, что давайте оставим все, как было прежде. Но в связи с тем, что это была их идея, депутатов «Единой России» о проведении вот такой перенарезки, естественно, они проголосовали, чтобы перенарезать. Поэтому мы должны были только согласиться с этим. Насколько сильно, на ваш взгляд, такая мера может навредить депутатам от КПРФ? И вообще, как вы оцениваете шансы на победу? Я думаю, что ничего непреодолимого не случится. Я думаю, что при, скажем так, определенной проведенной работе победа будет за нами. Главным моментом предстоящих выборов является явка жителей, избирателей на выборы. Для того, чтобы одержать победу на выборах, необходимо, чтобы избиратели пришли в единый день голосования на выборы. Для того, чтобы что-то изменить, добиться какой-либо победы, в том числе, или в первую очередь, чтобы КПРФ одержала победу, я попросил бы, чтобы избиратели пришли и отдали свой голос. И для того, чтобы можно было потом рассуждать о честности в данных выборах. Потому что, да, действительно, нынешняя власть, она и стремится к тому, чтобы понизить проценты избирателей на выборах. Для них это выгодно. На них работают вот те же ктосы, про которые мы сейчас говорили. Я думаю, что надо сделать так. Спасибо за беседу. На этом наш диалог завершен. Я напомню, у нас в гостях был Александр Краснов, депутат Омского городского совета от КПРФ. До новых встреч на нашем телеканале. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»